Я умею собирать невероятно яркие образы для знакомых. Здравствуйте, меня слышно? Кто-нибудь слышно? Нормально слышно? Чётко? Хорошо. Я год не читала, поэтому нервничаю. Я уже отвыкла от этого. Спасибо. Буду читать сумбурно и всё подряд. Так, всё, хватит. Меньше бабоса, детки. Больше дела. Ты же запарился в скучной жизни. Спёкся. Устал. Только пока ты спирал носки, уже стемнело. Запрячь, котомка, всё. Дурак опоздал. Но лицо сохранит, конечно, натянет по ту же пояс. Упускает шпорт жизни каждый здоровый критин. Но опоздать на закат – это тоже, что опоздать на пояс. Конечно, завтра ведь будет ещё один. Оранжевое солнце спускается по скулу в большое море. Пока ты клепаешь текст, стираешь посуду, клеишь тущую дуру. Читаешь стихи, пока всем не надоест. Прописываешь свой список реальных прав. Поёшь о любви, то и дело сбиваясь на массу. Смотришь, ножи из той стороны фронта, а она и там оказывается сухой, жёсткой. Да, чёрт с ней. Чёрт с ней. Чёрт с ней. Как бы там ни было, у нас всегда остаётся закат. И потемневшая линия горизонта. Я хотела прочитать стих один, не свой. На самом деле я гораздо больше люблю чужие. Так получается, что пишу я только свои. Есть очень хороший стих Криса Идер. Это девочка из Питера. Ну, может, кто знает, был такой проект Бабушка Пушкина. И она там активно пиарилась. Очень хорошая девочка. Страшно даже подумать, что происходит. В голове мешанина из снов и ужасно. В порыве честности небесные ходики намекают на время даже как-то подружности. Забывая дышать над небесной спесью, не получишь гарантии на спасение. На четвёртом канале в последних и трестях в сотый раз похоронят Сергея Есенина. И оставят себя с одного стакана. Бесконечной синей небесного омута. Мне вопили молись. Мне казалось, рано. Или по молодушке не было повода. Ни одной души теперь в радиусе километра моего душевного полоумия. Невозможно спастись от себя и от ветра. Так что, пожалуйста, поцелуй меня. Дальше мой. Всё, всё мои. Не пробивает ни одной порции и Белинды найдут. Я ничего не боюсь, но... Слышишь? Я ничего не боюсь. Моё горло болеет, слушает, что не сопьётся и не состарится. Да, я не напишу лучше, но Белинда мне не нравится. Я хочу себе море-темняшек и солнце в размер города. Как же здорово быть вашей. Странно, правда, но здорово. Я не могу им это на меня нервничаю. Ржём спиваемся, как последние дураки. Души в небо. Внутро гноя. А мне бы кровать всегда закрыть. Как забирают самые страшные пустыки и опускаются в море. Закрыть ладонями всю дрожь в плечах. Поцелуями дыру в лице заглушить. И дави мне рукой на ребра. Я не хочу кричать. Я хочу жить. Я хочу открыть глаза до боли внутренних глазниц. Увидеть столько света, что даже вздохнуть не сможешь. А не плести, вздеваясь. Некровоточь, надная. Некровоточь. И перед каждой проклятой ночью всё падать вниз. Разбивать в колени лицо. Раздеваться пред ней на коленях стоя. Что ж, ты сильнее меня. Набирайся внутрь. Ешь. А потом взветить алкоголем любую вторую брешь. Огромавленным решетом покидая поле. Я каждый день, как вселенское зло, побеждаю свою головную боль. Кладу на лопатки свою хандру ежечасным боем. У меня есть все причины чувствовать себя героем. И не единого шанса. Войтись от себя самой. Всё. 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 Спасибо.